Я рада приветствовать вас, всех собравших! В Дендушенском городском Доме культуры прошел первый в истории микрорайона сахарного завода конкурс «А ну-ка, девушки!», вдохновителем и организатором которого выступил директор Дома культуры Михаил Кривой. Участницы конкурса объединились две команды – сына Татя и молодые. В первую команду вошли члены фитнес-клуба Марина Стан, Татьяна Данильченко, Татьяна Рудая и их капитан Оксана Сытник. А во вторую – учащиеся 12-го класса лицея Гаудиамус, Екатерина Грамма, Анна Фортуна, Яна Скотецку с капитаном Ксенией Евангелия. Все было, как на серьезных конкурсах. И зрительская поддержка, и музыкальные паузы, и, конечно, бескомпромиссные жюри в составе ответственного работника примарии Виталия Орлова, секретаря примарии Людмилы Мустяцы и представителя жюри, заведующая районным отделом культуры Любови Данутси. Темы конкурса были традиционные, а вот ответы в них были оригинальные и увлекательные. Конкурсантки рисовали с завязанными глазами портреты любимого мужчины, внося по очереди на лист бумаги фрагменты лица, создавали осенний пейзаж с помощью нехитрой аппликации, проводили показ бальных платьев, танцев, спортивных занятий. Был и традиционный конкурс капитанов, и домашнее задание, изготовление тортов, которые были преподнесены жюри для оценки. Однако его члены в дальнейшем раздали оставшуюся часть тортов детскому составу зрителей, и дети тоже оценили качество сладостей на все 5 баллов. Ведущими конкурса выступили солистки вокальной группы «Бэмс» Анастасия Банарь и Яна Гребинча. Они же неоднократно заполняли паузы между конкурсами и эстрадами песнями. В музыкальных паузах выступил и призер Республиканского зонального фестиваля в Телунцеле Молдове Анастасия Худзинская, занявшая в Бельце второе место среди своих многочисленных сверстниц. В итоге опыт и мастерство членов команды «Сенатаде» сделали свое дело, они стали лучшими. Аутсайдерами стали девочки из команды «Молодые». Но никто не был обижен. От имени Примарии все были поощрены почетными дипломами, а также заслуженными призами, соответствующими первому и второму месту. Кроме этого, всем участницам конкурса Михаил Кривой вручил еще памятные подарки. Вот это девушки восписали многие зрители, не спешившие покидать зал Дома культуры. Так что первый блин не подгорел и не стал комом.